Друзья, всем привет! Сегодня 22 октября 2021 год. Пятница, время 11 часов утра. Проснулся сразу за работу, сразу за обзор. Потому что сегодня матчи надо делать. Люди хотят смотреть, люди хотят знать, кто думает. Не только мое мнение. Кто меня смотрит, они смотрят и других. Так, значит, смотрите, что у нас получается с вами. Сегодня много баскетбола. Баскетбол в группе буду разбирать. Вчера разобрал баскетбол. В принципе, это пригодилось по многим параметрам. По статистике много что зашло. Поэтому баскетбол будет в группе. Я его в YouTube выкладывать не буду. Поэтому сейчас разберем футбол. Значит, смотрите. Пятница. Пятница это тотал меньше. Вот что я хочу вам сказать. Начнем мы с матча Останвилла-Арсенал. Останвилла-Арсенал-Астанвилла. Эти команды играют, как правило, на тотал больше между собой. Тем более, Е. И они относятся к 4-5 командам в АПЛ, которые, как правило, 2-5 больше у них проходят. Или от 3-4 голов они играют. Играли раньше. Сейчас они между собой. 0-3, 3-2, 4-0, 4-0, 5-0. Я предполагаю, что здесь... Но ОЗ у них проходит только один раз. Понимаете? Вот такой парадокс. Вот такая вот Англия. То есть, Арсенал выиграет. 3-2, 4-0, 4-0, 5-0. Я предположу, что в этом матче будет больше двух голов. Еврейское ОЗ можете взять. Полтора больше, да. На ОЗ тут дают 1-1,7. Скорее всего, ОЗ... Значит, последние игры как прошли у них вообще, в принципе. Арсенал сыграл 2-2 с Кристалл Пылосом. В ничью сыграл с Брайтоном. И перед этим три матча выиграл у Бёрнли, у Имблдуна на кубок. И у Тоттенхэма, кстати говоря, дома 3-1. Вообще у него было пять побед подряд. И потом, включая товарищескую с Брэндфордом, и потом начало сезона. И как бы все нормально. У них... Значит, смотрим таблицу. По таблице они... Хотелские травесники. Нет, они просто рядом. При том, что Арсенал ничего не проигрывает. Они на 12-м месте. Вот что такое. На первом Челси, который имеет одно поражение. Ливерпуль имеет две ничьих. По 19-18 очков. Астанвилла 10, Арсенал 11 очков. Поэтому здесь принципиально Арсеналу важно будет победить. Астанвиллу. Ну, я думаю, здесь такая будет ставка. Вот я поставлю так. Арсенал не проиграет полтора больше. 1-0 вряд ли. 1-1 может быть. Учитывая, что Арсенал все время в ничью. Вот последний... Ну, не может он никогда. Значит, будьте внимательны и аккуратны, потому что у них сейчас может быть кубок. Они могут на кубок играть. Вот. Арсенал не играет... Значит, у нас... Смотрим, где он. В Еврокубках он, вспомни, не играет. Никуда он не попал. Значит... Они играют на кубок 26 октября с лицем. Но это через 4 дня. Это как бы нормально. То есть, зазор есть. Астанвилла, по-моему, на кубок не играет. Ну, даже если бы она играла, то есть команда находится в равных условиях. В равных, я считаю. Вот если бы Арсенал послезавтра играл, или через 3 дня с каким-нибудь там Ливерпулем, вот это была бы битва, да? Как пару лет назад они 5-4 сыграли. Вот это был матч, вот это я понимаю. Значит, Майнц, Аугсбург. Ну, как правило, вот пятница, скучный, неинтересный матч. Как правило. Но не всегда. Не всегда. Но надо же от чего-то отталкиваться. Вот они, говорят, на Total 3 меньше. Аугсбург их 0-1 обыграл в 21-м, 0-1 в гостях в 20-м, 1-3 в 17-м. Но Майнц ответил им. В 17-м также 2-0 обыграл, и в 18-м 2-1. В общем, только один раз было 3 больше. Поэтому я думаю, что здесь что-то типа 1-1. Хотя ничего они ни разу не сыграли. Надо смотреть таблицу, кому что нужно, кто вылетает, кто не вылетает. Майнц, я его называю немецкий Спартак, потому что может сыграть как угодно, с кем угодно, кого угодно обыграть, кому угодно проиграть. Вот это Майнц. Могут 5-0 выиграть и потом проиграть на следующий день с таким же счетом. Но Аугсбург находится в зоне вылета. Майнц на 11-м месте 10 очков. У Майнца 3 поражения подряд. У Аугсбурга в 5 последних 2 поражения, 2 ничьих 1 победа. Аугсбург даже как-то может быть получше идет. Я думаю, что Аугсбург будет сопротивляться. Царапаться, кусаться. Но победу Майнца здесь букмекер видит. Короче, тотал 3 меньше. В тотал я не полезу. Ассасуна Гранада, то же самое Испания. Тотал 3 меньше. Ну, хоть меня убить. Сколько я вот помню, если пятница, все. Тотал 3 меньше. Ну и смотрим, как они играют. Ну, они так и играют. Примерно между собой. Их же не зря в пятницу ставят, когда все это. Да, кстати, вот кто не знает, что такое пятница. Пятница в Европе это в этот день зарплат. Если в России зарплату выдают раз в месяц, а иногда раз в полгода, на Западе зарплату выдают раз в неделю в пятницу. Ее не выдают, ее перечислят. Я работал 20 лет назад в Англии. Уже тогда зарплату не выдавали, а ее перечисляли на счет тебе, на банковскую карту там. Ну, иногда в конверты давали. Вот такие новости. Это было в пятницу. В пятницу все бухают. Ни футбол, никто не смотрит. Всем наплевать на этот футбол. Вот они опять же, Сосуна Гранада, сколько раз они играли между собой, только последний раз было 3-1. А так 0-3, 1-0, 0-0, 2-1. Вот. Четкой системы тоже нет. Сосуна выиграла три раза у Гранады. Один раз ничья был 0-0, один раз выиграл Гранаду 0-3. Ну, я знаю, что у Гранады фалящая, грубящая команда. Вот. Торино Дженуа. Аналогичная ставка. Тотал 3 меньше. Торино Дженуа. Торино любит сушить. Значит, в Италии два матча. Обращаю ваше внимание на такой момент. Значит, у Торино два последних поражения, но играла с сильными командами. С Ювентусом и с Наполи. Вот. Ничья с Лацу, ничья с Венецией. Победа на Цесуоло в гостях плечом. И всегда был счет тотал меньше у Торино. 0-1, 1-1, 1-0, 0-1. Вот так играет Торино. Значит, ну, как они играют конкретно вот с этой команды, с Дженуа. Дженуа, кто не в курсе, это Генуя. Генуя, по-итальянски Дженуа. Значит, 0-0, 3-0, 1-1, 2-1, 0-0. То есть, таким образом, Торино не проиграет и тотал 3,5 меньше. Смотрим дальше. Сандория, Спеца. Это следующий матч. Вот здесь, скорее всего, обе забьют 2,5 больше. Почему? Потому что в Италии, если один матч, да не только в Италии, если два матча сегодня играются, если один тотал меньше, обе забьют, нету, второй матч, обе забьют, да, 2,5 больше. Открываем Сандория, Спеца. У Спеца до хрена, там вся команда в лазарете, больница, там травма икры, травма, жопы травмой, еще чего-то там у них, всего травма, это Спеца, да, значит, но Спеца на день больше отдыхала. Сандория, два человека у них отсутствуют, Сандория с ними играет так, 2,2, это был 12 мая, 21 года, вот они один раз играли на поле Сандория и на поле Спеца, 2,1 Спеца, то есть, обе забьют, 2,5 больше у них проходит каждый раз, вот они 5 раз играли, вот то, о чем я говорил, подтверждается, 2,1, 3,5, 2,1, 4,2, вот такие счета, обе забьют, 2,5 больше, вот, но, значит, вот как недавно в Италии 8 матчей, значит, УЗ, да, уже, хоп, Ювентус, Рома уже 1-0, все, кое-как, Рома даже пенальти не забила, на следующий день, там, в понедельник, тоже кто-то доиграл, тоже 1-0, то есть, ну, уже все, УЗ вот так вот, понимаете, смотрите по статистике тура, вот так и здесь, один матч такой, другой такой, вот даже в НХЛ как-то было, вот недавно, позавчера буквально, два матча, или вчера ночью, два матча, да, Филадельфия и Бостон 6-3, да, сыграли, значит, в другом тотал меньше, и выиграли другие, давайте проверим, сейчас открою просто, раскрываю вам стратегию, значит, еще одна стратегия, называется она первый матч в туре, открываете и смотрите, а как же играли первые матчи у нас в туре, да, вот смотрите, вот так, так же этот, Филадельфия и Бостон 6-3, выиграли хозяева, следующий матч, Лас-Вегас, Сент-Луис, наоборот, выиграли гости, и тотал 5 с половиной меньше, два матча было, проверяем, все совпадает, почему, теория вероятности, очень просто, так, возвращаемся к нашим, футболистам к российским, да, потому что у нас еще российский сегодня будет, российский, так, Динамо, Москва, Химки, тоже я жду тотал 3-меньший здесь, победа Динамо, Динамо, блатарь, блатная команда, тренирует немецкий тренер их, по-моему, Александр Шварц, если его не убрали, в Локомотиве тоже вчера был немецкий тренер, мы видим, что такое немецкий тренер, два поражения Локомотива, значит, Галатасарай, я считаю, была неправильная тактика выбрана у Локомотива, он и так фалял, тут еще прям больше стали фалить, но по желтым победил Галатасарай, я взял ставку в перерыве победа Локомотива по угловым в этом матче, победа Локомотива, значит, по ударам створ меньше 5,5, было 0 ударов, победа по фалам была взята до начала матча, вот такие ставки, они все зашли на статистику, я знаю, ну, Локомотив это статистика, Динамо это статистика, это угловые, Динамо это угловые, Динамо это пенальти, скорее всего, Динамо это победа, тот он меньше трех, счет что-то типа 2-0, открываем, смотрим, Динамо на втором месте, по-моему идет по таблице, проверяем на третьем потому что Сочи 21 очко Динамо 20 очков, Зенит 23 очка у Зенита 2 последних поражения но сейчас выиграет у Спартака 100% Зенит, даже 250 хату можете грузить, Зенит, победа над Спартаком, все, это даже не обсуждается почему, объясняю, потому что Спартак хоть он идет на 7 месте имеет 17 очков, это все равно конкурент под солнцем, то есть за место в тройке они будут биться, у Спартака в 5 матчах только одно поражение и одна ничья у Зенита похуже последние, если 5 игр брать Зенит просто уничтожит Спартак я думаю, будет убедительная победа полтора больше, там будет куча желтых куча фолов в этом матче там точно, фолы желтые, там к бабке не ходи и по желтым Зенит точно полтора желтых получит Спартак победит по фолам, скорее всего возможно удаление в этом матче друг друга ненавидят но вернемся к динамии Москве и к Химкам Химки это Подмосковье это от Киевского вокзала буквально 15 минут на электричке был там неоднократно Химки находятся в зоне переходных игр но всем на это наплевать тоже два поражения в последних пяти у Москвы два поражения в последних пяти две ничьи у Химок у Москвы зато только одна ничья и две победы но это ладно, это все лирика, это все статистика а вот что конкретно они между собой они так и расходятся в последних четырех матчах у них было 3,5 меньше вот они играют 0-1 Химки хлопнули 24 апреля вот на такие моменты обращайте внимание вот если Химки им проиграли вот сегодня выиграют, отомстят они же помнят помните вы нас выиграли 24 апреля помните Химки? да нет, нет, это не мы это мы там вообще не, это другой состав был а все равно мы вас сегодня будем обыгрывать это спорт это реванш, что называется Фенел играли в 17-м году а не надо же Динамо Москва, оказывается, играла Фенел в 17-м году 0-0 так 1-1 товарищеский в 15-м году 2-1 на кубок ну это на кубок 2-1 в 12-м и аж в 2009-м году 3-2 то есть таким образом Химки обыграли их только один раз значит тотал 3 меньше и Динамо не проиграет вот как-то так можно взять Сент-Текен Анже вот Франция думаю, что в этом матче будет 2-3 гола вот почему потому что в Франции большинство матчей именно с этим тоталом играется но у Сент-Текена отсутствует 6 человек но у Анже тоже двое отсутствует значит вот я как-то изучал думаю, а как вот играет в России первый тур первый матч тура вот как вот открывается и как сейчас помню локомотив Королесетов и выясняется, что в первом туре хозяева не выигрывают редко выигрывают понимаете вот но тотал меньше вот по Динамо еще не факт выиграет или нет сегодня ну наверное неправильно и вот я помню локомотив крылья 1-1 по-моему собирали значит то же самое открываете футбол на куличках смотрите Франция первый матч в туре вот в Германии первый матч в туре это обе забьют вот поэтому сегодня маятся вот это Оксбурс скорее всего обе забьют счет что-то типа 1-1 хоть это и не всегда проходит значит Сен-Тетьен-Анже 0-0 потом Сарбах 4-3 18-й год 17-й год 1-1 2-1 1-0 то есть в 4-х из 5-ти проходит тотал 3,5 меньше и Сен-Тетьен не проиграет вот такая петрушка получается у нас но Сен-Тетьен дохрена больных травмированных значит но надо открыть таблицу Анже кстати с ПСЖ недавно они сыграли успешно Анже на пятом месте 16 очков а вот Сен-Тетьен кстати на последнем месте 4 очка и всего лишь навсего то есть они в зоне вылета из 5 последних 4 поражения 1 ничья смотрим кому проиграли Бордо 1-2 на своем поле Монако 3-1 в гостях Ницца 0-3 дома в ничью с Леоном сильным 1-1 дома 5-1 проиграли Старозбуру в гостях значит но без обид у них проходит в 4 из 5 Анже ну я говорю Парис-Ранжермен проиграли 2-1 причем забили первыми с Меццем 3-2 Труа 1-1 в гостях с Марселем дома 0-0 и проиграли Нанту 1-4 мне нравится ставка 2-3 гола в этом матче все много голов не вижу мало тоже кто выиграет кто проиграет хрен его знает в общем что такое 2-3 гола это коэффициент 2-10 если он не заходит ставьте на следующий матч удваивайте и возвращайте у вас это должно заходить значит КХЛ освещать не буду КХЛ сейчас дурной пошел вообще не подается никакой логике баскетбол разберу будет в группе то есть баскетбол я разбираю вот на таких листочках вот так вот пишу пишу выписываю значит если раньше я выписывал например как команда играет значит тоталы по четвертям исходы по четвертям то есть кто в какой четверть имеет преимущество да и например было вчера видно что Уникс наберет больше очков во второй половине чем в первой и Реалт уже да и я это кстати заиграл у меня был длинный экспресс все зашло кроме Тоттенхэм стояла двойной шанс или победа Тоттенхэма Тоттенхэм вообще слил Витасу 1-0 понимаете то есть баскетбол вот это дает значит видение как команда играет как заиграть смотрите букмекер не дает такую ставку что Уникс во второй половине наберет больше чем в первой такой ставки нет но я нашел способ как ее заиграть есть выход есть у нас значит голь на выдумке хитра теперь значит я помимо этого еще стал выписывать индивидуальный Тоттл каждой команды теперь я вижу как каждая команда идет по трассе как она идет по четвертям в какой четверти она набирает больше в какой меньше и это можно заигрывать это можно использовать поэтому подписывайтесь на мой канал вступайте в мою группу за 300 рублей в месяц и потом 250 будете платить каждый месяц будете смотреть за нашими у нас сотни сотни ставок десятки экспрессов каждый день бесплатных таких вчера тоже у многих позаходили хорошие экспрессы с большими там чуть ли не 30 вот такие коэффициенты заходят все они в группе доступны бесплатные просто вступайте в группу смотрите выбираете с чем вы согласны ставите с чем не согласны не ставите платить потом никому ничего не нужно за это то есть вступили и тусуетесь в группе общаетесь обменивайтесь дружите вот такой коллектив у нас люди уже подружились всякие ролики скидывают в основном у нас все о спорте вот и хочу сказать заключение баскетбол лучше играть в Мелбете переходите по ссылке закупленной в комментариях регистрируйтесь в Мелбете получайте мой промокод Richard по нему регистрируйтесь и огромный фрибет вы получаете на свои денежки в Мелбете почему Мелбет потому что Мелбет единственная контора или одна из немногих которая возвращает деньги если у вас ставка на баскетбол не зашла на полтора очка вы промазали в баскетболе Мелбет возвращает вам бабки сколько раз был такой момент да и вчера тоже одного очка не хватило Мелбет возвращает бабки поэтому обратите внимание на эту контору и какие-то вопросы будут пишите мне все в личку оставляйте комментарии под этим видео и делитесь с друзьями рекомендуйте мое видео всем знакомым всем друзьям лучше канала и о спорте о ставках вы точно не найдете да у меня нет спецэффектов нет у меня никаких этих самых фишек, плюшек и прочих дребедей я просто говорю о том в чем немножко разбираюсь а спорт я смотрю с 1972 года с 1972 года ребята я смотрю футбол, хоккей, баскетбол и все остальное на свете вот почитайте какой у меня стаж 50 лет всем удачи пока пока